Всем хай! Заранее приношу свои извинения за то, что я записываю это видео, но только небольшой маленький кусочек, так скажем, приветственный и вступительный в ванне. Дело в том, что у меня вчера вышел небольшой сниппе от моего нового трека, и я снимала целый день в своей комнате, и в зале, и вообще везде, и дома такой ужаснейший страч, что вот этот уголок, это единственный уголок, на фоне которого не срамно снимать даже мне. Вы просто не представляете, насколько там плохо. Да, там хуже, чем в момент перестановки. Ну, в общем, не важно. Дорогие, дорогие мои друзья, сегодня я расскажу вам о том, как я делала виниры, почему я решила их установить, как все это было, расскажу вам все как есть, даже покажу вам, как у меня во рту ковырялись, о боже мой, до какого уровня искренности мы с вами дошли, что я покажу вам буквально, как у меня коваются во рту. Жесть! Как все началось! Сегодня у меня день, когда мне пойдут стачивать зубы, и я очень сильно переживаю, потому что верхние у меня виниры здесь уже сделаны, но я их сделала не потому, что я хотела поставить виниры на верхние зубы, а потому что, когда я была мелкая, я не буду говорить, что я сделала, но ничего хорошего я не сделала. И, в общем, как и только у меня были выбитые вот эти два зуба, она половина сколотая, и мне пришлось как бы устанавливать виниры. И, соответственно, в детстве как бы закончилось, лес 10 уже прошло, и пришлось их обновлять, но я нервничаю очень. Они сейчас за этим меня бегут какие-то мерзкие мужики, и они бесят. Все, ребята, дороги дальше нет. Я уже не сольюсь, я уже захожу в стоматологию. Мне пришлось повалять, у меня что-то какая-то паника началась, я не знаю, почему-почему. У меня эти все зубы все равно неровные, и они вообще, ну, дела, желтее, чем верхние, это даже не значит, что я так стрессовать начала. Хозяин, ну ладно. Все же будет нормально. Все же будет нормально. Вы же знаете, какой сегодня день. Сегодня вообще-то день красоты. А красота это главное тело моего канала. Поэтому, первое, я поздравляю вас с этим праздником. И второе, я к вам с хорошими новостями. На Яндекс.Маркете решили отметить этот праздник максимально ярко. До 18-го числа там распродаж до 50% на весь раздел красоты. Сейчас я покажу вам, что, например, я лично купила на Яндекс.Маркете. Здесь у меня вот такая вот тушь L'Oreal Telescopic. Одна из моих самых любимых тушей это L'Oreal Lash Paradise. Она мне безумно нравится, и даже сейчас она у меня на ресницах. Influence Beauty. Вот такое вот средство для увеличения объема губ. С такими потрясающими скидками, это, знаете, просто вот для тех, кто хотел давно попробовать, самое-самое то. Палетка теней от Vivienne Sabo. Давайте вместе ее откроем и посмотрим. Безумно красивые оттенки, и что мне нравится, здесь есть как нюдовые цвета, так и те, которые могут их дополнить, и благодаря этому можно делать очень яркие и интересные макияжи. Ну и куда без мицеллярной воды? Гарнир «Мицеллярная вода» очень нужная и важная и полезная вещь. Максимальные скидки 9-го, 10-го сентября. Ну, в сам день красоты и после него. На денечек. Кстати, покупочку оплатила сплитом. Знаете, что это? Частями. То есть я заплатила сейчас только 25%. Свою покупку я разделила на 4 части. Оплатить я буду 2 месяца. Это почти как рассрочка, только без переплат, комиссии и всякого такого. Если что, то сплит доступен во всех категориях маркета. Правда, кроме тех, что с наличной оплатой. Ссылочка будет в описании. Обязательно зайдите на Яндекс.Маркет и воспользуйтесь скидками. Ну и про сплит не забывайте, если прям вот сейчас очень чего-то хочется. Собственно, главный вопрос. А нахрена я решила установить виниры? Дело в том, что, как я в самом начале сказала, у меня с детства была такая тема, что у меня уже были виниры. И в один момент мне пришлось менять верхние вот эти вот зубы, потому что, ну, мои уже были бы не заносились и выносила я их достаточно долго. Я их поменяла и все как бы было классно. Но потом со временем я подумала и решила, что я хочу мои нижние зубы донрастить. Для меня было важно просто, так скажем, восстановить ту длину, которая была утрачена со временем, потому что, ну, зубы, они стираются. И почему очень важно следить за высотой своих зубов? Потому что, ну, вы увидите наглядным примером в тот момент, когда мне зубы мои полностью будут сносить под установку виниров. У меня уже забыла, когда я пошли не раз на ковруках. А я тоже забыла. Что у нас сегодня с тобой напомнить, пожалуйста? Смотрим, какие зубы были, какие будут, и примеряем. Хорошо. Сейчас у нас. Так, смотрю. Смотрите, смотрите, они неровненькие. Да. И клыков вообще нету. Они все стесались. Вот эти вот малюсенькие по бокам. А это то, что... Это то, что предлагаем более выраженные клычки. Побольше вот эти зубки тоже. Они еще такие стали с формой. Они просто плоскими, малюсенькими все. А можно вот это взять для сравнения, чтобы держать? Ага. Так, здесь, значит, у нас вот это вот отличается, правильно? Да, вот эти вот. За счет того, что вот эти вот мы доращиваем, клыки тоже становятся более выраженными. Теперь, когда низ мы смотрим... А, ну да, вообще выглядит, смотри, как хорошо. Да, здесь, вот тут я не особо разница вижу, но... Ну, здесь у нас в боковых зубах основная разница. А вот здесь вот прям, да. Вот это круто выглядит. А у нас сильная разница внизу, потому что за счет виниров мы нижние делаем. Да. Видишь, ровными? Да. Делаем выраженные клыки, как ты и хотела. Ну и, соответственно, вот эти зубки мы тоже делаем более правильной формой. Вот так вот выглядят сейчас мои верхние зубы. Они, в принципе, норм. И нижние, я думаю, вы можете увидеть, что они... Мягко говоря, стачились. И потом уже будем прям вертек примерять. Да. И если все подходит, то что мы делаем дальше? Мы прям сегодня стачиваемся или нет? Мы записываемся. Сколько примерно, получается, у нас времени пройдет? Ну вот, чтобы сделать... Ах, моменты, когда обточимся, у нас пройдет две недели. Я, конечно, выдохнула с облегчением, потому что я очень боялась обточки. Но сегодня у нас была просто примерка потенциальной длины новых зубов, которых я хочу. Открываем потенциал, сейчас я померю, как надо шаблончик перенести. Убираем наш шаблончик. Давай уберем всю лишнюю флаконоску. Ой. Ну, он непривычный. Ага. Очень. Прям так. Они сейчас по ощущениям в точности повторяют то, как будет, да? Не в точности. Не в точности? Все будут ощущаться меньше. Меньше, да? Потому что они будут гладкими. Ага, прям как будто просто, знаешь, немножко мешают, но, возможно, они действительно больше, и нужно будет еще все равно привыкать к ним. А, фе. Само. Вверх. А, фе. Там вверх еще, да? Да. Я пытаюсь пока не соценить. Надо все вместе. Поняла, ладно. Даже тут вот с этой вот пластиковой насадкой видно, как сильно изменилась даже не столько форма зубов, а именно, что ее длина. Если сравнить с тем, что было до и как сейчас, это уже небо и земля. В общем, мы стали примерять, усаживать их, чтобы не было комфортно. И в целом на этом сегодняшний день было все. Единственное, что мешает, то есть это ничего страшного. Видишь, ты улыбаешься, и как будто за клыками зубы появились. А до этого улыбалась, их не было. Ага, да, вижу. А вот, знаешь, даже что-то незаметное произошло, но стало лучше вот из-за этого категории. Ну, это как раз вот эти черные треугольники. Мы добавили чуть-чуть объема зубов, и за счет этого мы заклили, улыбка стала более широкая как будто. Ага, вижу. И они теперь стали ровными. Да, и мне очень нравится, что на них есть насечки. Это рельеф от анатолия. Да, ну вот я говорю, что мне это очень нравится, потому что я знаю, что очень многие эти моменты опускают, а это очень важная вещь. Ага. Ну, и что-то добавляем объемы. Угу. Угу. Класс. Ну, а потом мы не сняли этот временный пластик, и, собственно, я поехала домой ждать другого дня. В общем, я была уверена, что мне сегодня будут делать зубы и все это ставить. Сегодня уже точно тут нет ошибки. Для того. Ну, знаешь, тяжело морально собраться, даже если ты сам туда идешь, сам туда платишь деньги за то, что тебе будут зубы спыливать. Ну, в зубы делать надо поехать. А кофе есть? Нет, дорогая моя. Пожему? Сама история с походом на виниры делится на несколько частей. Часть номер один. Ты едешь, тебе примеряют все это, измеряют твою челюсть. Ну, и, в общем-то, при помощи пластиковых штук в режиме, так скажем, ну, очень грязного а-ля наброска что-то примеряют. Вторая часть. После того, как вы все это набросали, поняли, обсудили, ты едешь на стачивание зубов. И во время стачивания зубов под тебя уже готовят специальную форму с пластиковыми накладками, которые ты будешь носить вплоть до того момента, пока твои керамические или какие-то там ты делаешь виниры не будут готовы. Собственно, сегодня я находилась на моменте второго этапа, то есть стачивания зубов. Без стачивания зубов невозможно установить виниры. Есть такая тема, как люминиры. Я, честно, за нее не супер сильно шарю, но я знаю, что есть метод, когда не стачивают зубы. Но так как мне особо там стачивать, там уже ничего и не надо было, оно и так уже было все сточно. Все, примерно на 5 часок я здесь. Мне вкололи, конечно же, лютейшую анестезию, я ничего не чувствовала и было очень забавно, нет? Честно, я думаю. Прикольно. Я вообще не чувствую даже зубы, вообще все. Наверху я прям чуть-чуть-чуть-чуть сделала, у меня в основном надо было следить за зубами. А здесь все равно да. Это глобальная. Мне начали отточить зубы, если честно, это заняло по времени сильно меньше, чем я думала. А по уровню страха было не так страшно, как тоже я предполагала. Но я концептуально никогда не боялась кабинета донсиста, поэтому мне в целом было плохо. Закрываем. Закрываем. Открываем. Закрываем. 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 Вот так вот выглядели мои зубы, когда мне их сточили, и сейчас мне делают накладку из пластика, чтобы я с ними смогла проходить, потому что сходить мне с ним придется долго, да, с пластиковыми зубами. Это самое дверьное. У нас натуральное, да, получается? Ну и хорошо. У нас нагрелый среди натуральных. Угу. А дальше величие, это выберемые цвета. А, ну я поняла. Нет, такое я не хочу. Я за натуральные цвета. В общем, мне поставили временные зубы. Пока снять невозможно, потому что у меня все лицо не умевшее. Ну, я не говорю, но... А так это выглядит. Но смешнее выглядит то, как я пытаюсь поесть клубничку. Ну, типа, я очень голодная, я хочу есть пи-пи-пи-эс. Ну, теперь смотрите, пока заморозка не закончится в действии, после как фринжовала, я буду есть клубничку. Ну, здесь маленький мукбанг приз, клубничка. Я пока чувствую только вот эту зону. Надеюсь, заморозка скоро уйдет и я смогу показать вам, как все это выглядит. Потому что сейчас вообще невозможно оценить. Потому что все по одному месту. Хочу вам пожаловаться. С момента установки зубов прошло, наверное, где-то часов семь. И я полностью отпустила анестезия. И мне так хреново. Это так больно. Это так неприятно. О боже. Это просто жесть. Я знала, что ушла, потому что верхние я уже делала. Вот это вот чувство того, что там другие зубы, они не твои. Твой мозг просто ломается. Язык ломается. Зубы. А зубы. Потому что если меня доращивали, ну, типа, то, что у меня стесалось за мою жизнь на нижних зубах. И рот, конечно, просто конкретно охреневает. Особенно охреневаю я даже больше, чем мой рот. Отвратительное чувство, знаете. Вот те, кто, наверное, надевал брекеты когда-то в первый раз, наверное, понимают. У тебя чувство, что у тебя зубы просто вот так вот растаскивают прямо сейчас, каждую секунду. Вот так вот растягивают их. И это чувство, оно ни на рафеном ничем не снимается. Пока зубы не привыкнут. Пока я не привыкну. Пока там, не знаю, язык по-новому не поймет, куда ему двигаться. Это никуда не денется. Ох, если честно, вот эта боль, она сохранялась, наверное, где-то неделю. Почему вообще такая боль происходит? Казалось бы, тебе стучались зубы и сверху положили накладки. Ну, положили и положили. Дело как раз таки в том, что когда тебе стачат нижний ряд, ну, или верхний, и сверху кладут пластмассу, эта пластмасса уже будет по форме новых зубов. И, соответственно, вот эти вот пробелы, которые получаются между зубами, так как у меня еще были достаточно кривые нижние зубы, оно все это ставит, ну, в более-менее ровную форму. Потому что невозможно сделать виниры супер кривыми, как были изначальные мои нижние зубы. Поэтому, естественно, это получился такой, знаете, экспресс-эффект от установки брекетов, когда ты просто в салютном ужасе. Я просто общалась с Дашей, у которой брекет, и она сказала, что вот ее ощущение очень похоже на то, что я ей описывала. Так что вот так вот. Мне установили эту накладку, с этой накладкой я отходила дней, наверное, 28, потому что то я уезжала, то у меня потом отпуск был у моего лечащего врача, у дантиста, у стоматолога. Правильно. И, соответственно, когда я уже вернулась, когда уже вернулась я, я поехала на установку самих виниров. Ну, и мне было настолько нечем заняться, что я подумала, решила, что наконец-то сделала блефар-пластику, потому что почему бы и нет. Жизнь за это 20 дней, что я хожу с накладкой на зу, и меня знатно потрепало. Я только что проснулась. Ну, наконец-то, я еду их снимать. Я уже просто не могу, ненавижу эти накладки, ненавижу их. Кстати, пользуюсь случаем, ребятки, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, потому что я там сейчас рассказываю о очень многих вещах. У меня скоро выходит новый трек, он выйдет 16-го числа, и я решила в этот раз рассказать об этом треке больше. У нас уже вышел небольшой кусок, и, конечно же, этот уже небольшой кусок опять вызвал кучу дел, хотя до того, как он вышел, я уже рассказала в телеграме, о чем будет трек. Там просто достаточно длинное голосовое аудио. Я не могу его сюда вам запихнуть, потому что это займет кучу времени. Я не могу это запихнуть в какие-то другие социальные сети. Поэтому я очень жду вашу подписчику в моем телеграме. Для меня это очень важно, и я вас там безумно сильно жду. Ну и я там реально рассказываю больше деталей своей жизни, в том числе о том, что я делала виниры, в том числе о том, что я делала блефаропластику. Я рассказывала в телеграме, поэтому я вас там реально жду, потому что мне там гораздо удобнее в режиме реального времени говорить. А, кстати, всем, ребят, я тут блефаропластику сделала. Настал день, когда я поехала утонавливать сами виниры, ура! Это вот так вот они, получается, выглядят. Круто. Ну вот они, маленькие. А, они совсем такие, смол. Блин, круто выглядят. А это полностью мой слепок, да, получается? Мои челюсти? Да, это твоя точная зубка. Вот видишь, то, что мы оттачивали. Вот они пожелтевшие. А сейчас будут такие. Уже берется анестезия, потихоньку перестает чувствовать губы. Мы сегодня с тобой побыстрее, чем просто. Да, то есть это быстрее. Ммм, прикольно. За четыре часа где-то справимся. А я вот чувствую, что я уже, да, говорю хуже. Мы же с тобой заточили, по-моему. За три. За три часа. Мы очень быстро сделали. Три часа точили, и часть где-то мы временные надевали. Ну да. Примеряли вот это вот все пока там подпилить, чтобы комфортно было. Угу. Угу. Да, странное ощущение, когда вообще не понимаешь, где у тебя губы, где рот. Угу. Угу. Мы установили зубы новые достаточно быстро. Там всего-то прошло, наверное, часа полтора максимум. Блин, я лох. Я забыла вам сказать, сколько я за все это заплатила. Уже стала смотреть макияж и только сейчас поняла. В общем, я заплатила за всю эту процедуру где-то тысяч семьсот или восемьсот. И мне очень повезло, потому что я, во-первых, ходила к своему стоматологу, и у меня там уже огромная скидка, типа 30% в этой клинике. Потом, чего у меня там еще есть? А, и я попала до повышения цели. Ребят, я не верю, что этот день настал. Точнее, день закончился. Вот мои новые зубы. Аня только-только стала отходить анестезия, поэтому у меня еще немножко все такое подмороженное, но уже лучше. Это новые зубы. Они не идеально ровные. Так должно было быть, так было задумано. Я не хотела себе ставить ровные, типа, заборы. Вот это все, мне это не нравится. Поэтому я полностью довольна. Так, кстати, сейчас выглядят мои швы от блефоропластики. Получается, прошло, ну, почти три недели. Такие дела. Что мы имеем на сегодняшний день? На сегодняшний день мне уже установили виниры, я уже к ним привыкла. Если честно, скажу так. Когда мне установили виниры, я привыкала к ним год. Я привыкала к ним год. У меня были дикие дефекты в речи. Я, не знаю, я ощущала в своем языке, в своем рту постоянную кашу. Очень было неудобно разговаривать. И морально я была готова к тому, что из-за того, что я установлю себе нижние виниры, я также не смогу нормально говорить, пока не привыкну к нижним зубам. Кстати, когда у меня были пластиковые накладки во рту, у меня тоже был эффект вечной каши во рту. Вот, даже здесь можно послушать у меня, когда появился Эвил 2. Это Эвил 2. Познакомьтесь. Это не пафосная кица. Это не пафосная кица. Это Эвил 2. Эвил 2, почему ты сидишь в какой-то штуке? Эвил 2. Почему ты лежишь в какой-то штуке, Эвил 2? Забирай. Эвил 2. Я не смогу нормально говорить. Но нет. Все было потрясающе. С первого дня, как только у меня отошла анестезия, мне было дико больно. Но я нормально отшалась. Ну и, собственно, Эвил 2 сейчас выглядит так. Вот они уже готовы. Они, кого могли обратить внимание, чуть-чуть пониже, чем пластмасса. Но это нормально. Так и должно быть. Я на данный момент всем абсолютно довольна. Не знаю. Вот. Всех люблю. Всех целую. И если что, оставляю вам ссылочку на все сниметы мои песенки в описании. Ну, там просто кусочек маленький вышел. Вроде все говорят, что это прикольно. Так что надеюсь на вас.